Рекламно-информационная программа. Слушайте доктора. Добрый день, это программа «Слушайте доктора» у микрофона Вера Власова. Все чаще звучат предупреждения о том, что детей, школьников, подростков будут проверять на предмет употребления наркотиков. О том, насколько эта проблема актуальна, насколько она назрела животрепещущим, мы сегодня узнаем у заместителя главного врача по медицинской реабилитации Кировского областного наркологического диспансера Вера Кирилловых. Здравствуйте, Вера Григорьевна. Здравствуйте, дорогие слушатели. Добрый день. Добрый день. И давайте, на самом деле, по цифрам для начала пройдемся. Насколько, на самом деле, много детей, подростков сейчас страдают зависимостями? Ну, я бы две цифры озвучила. Это взято впервые в жизни, то есть впервые в жизни попали в поле зрения нарколога и поставлены на наркологический учет. Вот с диагнозом алкоголизм в 2018 году это был один несовершеннолетний, с диагнозом наркомания их было четыре на область. Это на всю область? На всю область, да. А если мы посмотрим всех за регистрированием, то есть взяты впервые, то есть выявлены в этом году и начали наблюдать. А если мы посмотрим всех, на кого наблюдают, то есть это из прошлых годов, то с алкоголизмом это будет два человека, и с наркоманией будет таких человек восемь. Мне сразу бы хотелось сказать, что вот эта акция, о которой мы говорим сегодня, она направлена все-таки больше на профилактику. Конечно. Там есть два момента. Первый, ну, конечно, лучше знать ситуацию, да, чем не знать ее. А второй, очень часто для несовершеннолетних вот сама идея, что этот показатель, этот момент будут отслеживать, что, допустим, когда они захотят поступать куда-то, да, у них будут брать анализы такие, что вообще, ну, с определенной периодичностью их будут смотреть, их биосреды будут проверять, значит, на содержание наркотических веществ. Очень часто сам этот факт, вот, контроля, он является таким вот моментом останавливающим, когда подросток попадает в ситуацию пробовать или не пробовать. То есть это как раз тот фактор, который есть в сторону не пробовать. Да. Да, что не пробуй, будь самим собой, и все будет хорошо дальше, по жизни проблем не встретишь. Если ты говоришь о своем будущем, о том, куда поступать, как строить дальше жизнь, то тебе лучше просто пройти мимо. Угу, угу. Расскажите, пожалуйста, как собирается данный материал, как выявляются ребята, то есть там ведь не 100% школьников обследуется. Есть два этапа. Первый этап – это анкетирование анонимное. Действительно, ну, протестировать прям всех-всех поголовно школьников, ну, нет такой возможности. Вот, и затем на основании вот этих анкет уже, других данных каких-то, на которыми располагают наркологический диспансер, выбираются учебные заведения, где проводится тестирование. Давайте немножечко остановимся на том моменте. Анонимное анкетирование, что это такое, какие вопросы там задаются, и насколько ребята действительно открыто готовы отвечать на эти вопросы. То есть, ну, вот, если я слышу, что вот сейчас мы проведем анонимную анкету, и ты вот, пожалуйста, напиши, употребляешь ты наркотики или нет. То есть, естественно, если человек даже употребляет, ему захочется написать, что он не употребляет. Как это выявить? Смотрите, во-первых, анкета оценивает, ну, не только такой лобовой вопрос там есть, да, там есть вопрос вообще о приемлемости употребления. Как ты к этому относишься, если бы тебе предложили? Если знакомые, которые это делают, да, то есть там достаточно она большая и составлена не в лоб. И к тому же ведь помимо данных анкетирования, ну, они и важны. Надо сказать, что анкетирование действительно анонимное, и действительно этот момент очень четко соблюдается. То есть, никуда не распространяются эти данные, да, никто не изучает потом, значит, кто как ответил, да. Где эти данные находятся, кто их обрабатывает? Я не думаю, что нам с вами надо вот так подробно это излагать. Я это спрашиваю с целью для родителей, насколько это важно понимать. Для родителей, давайте скажем, да. Значит, я знаю, что очень часто родители, они каким образом думают? Они думают, что мой ребенок, ну, вот он, может быть, еще молод и неопытен, да, он сейчас наотвечает какой-то ерунды, вот, а потом его начнут таскать, и все будет, ну, серьезно и плохо. И поэтому я лучше просто запрещу своему, там, сыну или своей дочери участвовать в этом мероприятии. На самом деле, вот, что это такое, да, таким образом родитель дает очень точный и понятный сигнал, да, так-то ты делать можешь все, что угодно, но вот в различных опросах и каких-то мероприятиях, которые помогают людям обратиться за помощью, ты не участвуй. И как раз мы таких видим очень много детей, вот, то есть вот из тех, кто у нас на учете состоят, да, но это просто классическая ситуация, когда приходит мама или папа, и они вместо того, чтобы узнавать, что с их ребенком, как это лечится, что нужно делать, да, они прибегают, и единственное, что их волнует, да, не ставьте его на учет. Так, слушайте, а как, интересно, не получая помощь, с этой ситуацией справляться, понимаете? Это же, вот, если мы говорим про зависимость, то это серьезное заболевание, прогрессирующее заболевание. И единственный способ справиться, это обращаться за квалифицированной помощью, это проходить реабилитацию, то есть если заболевание уже развелось, то оно само не пройдет. Вот, и вот как раз мне-то сегодня бы хотелось разъяснить родителям, что давайте действовать сообщаем вместе, понимаете? Вот, если ребенок пройдет тестирование, пройдет тестирование именно на бумаге и тестирование, допустим, биологических сред, в его голове все-таки будет идея, что это опасно, это нельзя делать, ну, это выявляется, государство с этим сражается и борется. Вот, и тогда вероятность того, что когда ваш ребенок уедет в большой город, да, вы же не будете с ним жить все время, когда он начнет жить самостоятельно, Контроль будет отсутствовать. Я думаю, что этот ребенок сможет, ну, более взвешенное решение принять. Поэтому я думаю, что самое важное все-таки это настроить и родителей, и детей на то, что это серьезно, что есть определенные профилактические меры. Они совершенно не страшны тем, кто не употребляет, да, как вы анкету эту не напишите, там ничего страшного с вами не случится, понимаете? То есть диагноз медицинский ставится на основании комплекса данных, и невозможно, чтобы ребенку случайно такой диагноз поставили. Так не бывает. А если с вашим ребенком проведут некие профилактические мероприятия, да, разъяснят ему, может быть, психологи с ним поработают, то от этого не будет хуже, понимаете? Угу. Таким образом, чтобы работа, да, в случае существования зависимости, чтобы работа шла и шла эффективно, необходимо вставать с научного, да, необходимо согласиться, да, на это. Без этого никак. Очень хороший вопрос. Смотрите, в принципе, помощь эту можно получать и анонимно. Да, сейчас есть клиники всякие закрытые. Ну, давайте сначала поговорим про наркологический диспансер. Да, конечно, конечно. Дело все в том, что взрослые могут помощь получать или с постановкой на учет, или анонимно платно, а несовершеннолетние, они могут помощь получать в том числе и анонимно бесплатно, да, то есть становиться на учет не обязательно, обязательно получать помощь. Смотрите, для того, чтобы ребенок, ну, любой человек справился с зависимостью, нужно проделать пять шагов на самом деле. Первый шаг – это все узнать о зависимости, разобраться. Ну, потому что пока мы не знаем, что это такое, мы не можем с этим явлением справиться. Правильно ведь? Давайте тогда по этому шагу конкретнее. Узнает человек, ну, в первую очередь, конечно же, сам социальные сети в помощь. Там очень много роликов, которые показывают на самом деле, насколько пагубно влияние средств. Смотрите, во-первых, информация очень разная, очень много информации, ну, совершенно непроверенная. Во-вторых, для нас что имеет значение? Есть такой врачебный термин – этиопатогенез. То есть каким образом, почему это заболевание появляется, по каким закономерностям развивается, и, соответственно, когда человек это понимает, он понимает, какие шаги последовательно нужно делать, чтобы это обратно все развелось. Понятно, что зависимый человек не станет таким, как он был до зависимости. Например, если человек страдает алкоголизмом, он не сможет пить умеренно. Но задача реабилитации, чтобы он смог жить качественно без вот этого психоактивного вещества, чтобы не было проблем. Потому что на самом деле всегда психоактивное вещество – это костыль. Это такой способ уйти от реальности, которая мне не нравится. То есть вместо того, чтобы строить свою другую реальность, это как раз у зависимых не получается. Это просто вот я терплю жизнь, терплю жизнь, а потом как-то вот передохну. Такой наркоз от жизни. И как только человек начинает к этому прибегать, дальше уже нарастает, как правило. То есть способы становятся более внушительными, серьёзными. Время на это нужно всё больше. Это и называется прогрессированием зависимости. Мне бы хотелось к следующим шагам вернуться. Давайте ещё немного про узнавание зависимости. То есть диспансерия эту информацию тоже даёт, насколько я понимаю. И она, естественно, отфильтрована и более адресная. Она, во-первых, научная. В первую очередь, да, конечно. То есть это современные научные взгляды по этому вопросу. Во-вторых, там очень важно, чтобы информацию получали и ребёнок, и родители. Всё дело в том, что всё-таки зависимость – это страдания семейные. Ребёнок ведь не из космоса в семью забрасывается такой вот с проблемой. Он в семье с проблемой вырастает. По сути, проблема ребёнка – это просто индикатор неблагополучия в целом семьи. И тогда очень важно, чтобы и вся наша работа, построенная на этом, чтобы вовлечь родителей в эти изменения. Потому что если мы возьмём отдельно ребёнка и будем с ним что-то делать, ну, толку не будет. Эффекта не будет. Эффекта не будет. Верга Юрьевна, очень важный вопрос, как мне кажется, нужно осветить. Вы говорите о научности. Да, это, конечно, всё очень здорово. Но если речь идёт о семье, особенно о детях и подростках, здесь важен ещё психологический подход. Здесь важно эту информацию уметь давать в понятной, простой и доступной форме. Чтобы у детей не было отторжения. Смотрите, там какая история. Наши специалисты, ну вот что такое деятельность, допустим, нарколога детской службы или нарколога-психолога реабилитации. Это люди, которые каждый день на своей работе этим занимаются и оценивают, получается, не получается. То есть, понимаете, это, по сути, хлеб этих специалистов. Да, они умеют это делать. И отторжение, оно бывает не на информацию, отторжение бывает на контакт. Вот вы затронули очень важную тему. Для того, чтобы вообще, да, вот для родителей, например, важную. Вас кто-то услышал, вам нужно не информацией, значит, не с информацией заходить, а начать с установления контакта. Потому что пока нет контакта, не будет ничего услышано. И у нас, к сожалению, очень многие мало это понимают. Например, там излагают тонны информации. И все проходит мимо. Да, толку нет. Поэтому понятно, что такое установление контакта, что такое мотивация. Это специалисты знают, это навыки, без которых необходимые профессиональные навыки. Важные шаги эту информацию мы получили. Давайте следующий шаг, то есть первый узнать о зависимости. Следующий шаг, какой у нас будет? Следующий шаг – это найти у себя те признаки, о которых ты в теории узнал. Если они есть. Если они есть, да. Ну, на самом деле, если мы возьмем широко, например, зависимость, в том числе пищевую, компьютерную. Ой, это да. А начинается это все смаловить. То очень часто человек с хорошим интеллектом, он легко узнает знание о зависимости. Все понятно. Но как только он начинает это прикладывать на себя, тут начинаются некие проблемы. Почему? Потому что очень сложно признать самому себе, что вот эта проблема у меня есть. И наша психика, она отрицанием реагирует очень часто. И нужны специальные технологии для того, чтобы это отрицание перерабатывать, проходить. В конструкции переводить. Значит, просто там признай себя зависимым. Ну, это бессмысленно, безнадежно. Поэтому второй шаг – это когда человек вот ту информацию, которую он усвоил хорошо, начинает на себя примерять, да, и смотрит, вот это есть, этого нет, да, это в такой форме. То есть это называется на медицинском языке преодоление нозагнозии. Ну, а на самом деле это признание у себя проблемы. Что вот у меня есть проблема, она проявляется именно так-то, да. То есть не просто такое вот покорное признание, да, у меня есть. Нет, это не проходит. Нужно, чтобы человек прямо вот по-настоящему… Был желание бороться. Да, у себя это, значит, признал. Когда это происходит, можно переходить к третьему шагу. Так. Но вообще надо сказать, что все люди делятся примерно на две категории. Первая – это те, у кого жизнь случается, всё происходит. То есть они что делают? Они чувствуют себя в этой жизни такой песчинкой, жертвой, да, и другие люди отвечают за их жизнь на самом деле. То есть они сами перекладывают ответственность за свои поступки. Да. Это называется внутренний и внешний локус контроля. Вот я сейчас говорю о внешнем. А внутренний локус контроля – это когда я понимаю, что, ну, что бы я ни делала, за это есть моя ответственность. Да, то есть какого я партнёра выбираю для жизни, какую работу, как именно я эту работу делаю. Там есть моя ответственность. Если мне очень здесь всё не нравится, я не могу никак наладить отношения, я могу сменить место, да, то есть куда-то передвинуться. А могу и не сменить, могу дальше страдать. И вот именно вот в этом всегда есть проблема призависимости. То есть люди чувствуют себя жертвами, окружающие отвечают за их жизнь. И, как правило, так живёт вся семья, да, то есть откуда у ребёнка это? Так живут, даже, понимаете, тут родители-то и ни при чём. Так живут много-много поколений семей. То есть такая вот история многопоколенная, многовековая буквально. Такая негативная традиция. Да. И очень важно этот локус переключить. Это тоже психотерапевтическая работа, психотерапевтическая технология. И если вот этот шаг сделан, тогда человек уже начинает понимать, что, ну, такую жизнь я тебе создал сам, да, я могу её изменять. И вот тут важен четвёртый шаг, то есть научиться, как это делать по-другому, да, потому что понятно, что вот там, где он вырос, он по-другому не видел. Все делали только так. Это, наверное, самый сложный шаг. Вы знаете, мне кажется, что самый рубежный – это третий шаг, потому что человек, который привык, что, ну, это они, да, делают мою жизнь, вот ему почему-то, ну, я тут не знаю, я так всегда жила, но я давно работаю и вижу, что почему-то человеку очень больно принимать, что вот то, что есть сейчас, это последствия его выборов. Это не они, это он сам, да, то есть обычно в это время бывает такой кризис у человека. Хотя вот на мой-то взгляд, ну, ну да, ну, ну сейчас не очень, но зато же я могу это изменить, а жертва же ничего изменить не может. Вот, то есть вот обычно третий шаг труднее даётся, а четвёртый уже просто, он труден за счёт того, что вот эти вот все умения и навыки, их же не в тренинге разучишь, их приходится разучивать в такой специально спрессованной жизни, называется динамическая группа. Вот, и на самой группе бывает очень трудно. Но там уже мотивация у человека высока, и, как правило, получается всё хорошо. А пятый шаг – это когда человек вот всё это осознал, да, всё смог, сделал. Преодолел. Да, у него возникает вопрос, ну, а, собственно, значит, а кто я такой в этом мире, да, для чего я живу, то есть экзистенциальные такие вопросы, смысложизненные. Ножидание себя. Да. И ещё надо сказать, что именно в такой последовательности это работает. Почему? Потому что смысложизненные вопросы предъявляют зависимые очень часто, но их не решить, пока не сделаны, вот всё предыдущее, что я сказала. Ступенечки, да, не установлены. Ступенечки. И поэтому, ну, смотрите, это, в принципе, очень понятный процесс, да, его вполне можно сделать со специалистами самостоятельно, но сложно. Это сложно очень, особенно вот третий этап, про который вы говорили, то есть изменить сознание, это, получается, поменять, вообще вселенная будет двигаться уже в другом направлении. Это колоссально, конечно, для психологии. И это точно делают, ну, там, сотни тысяч людей. Самое главное – не затянуть. Почему? Потому что всё-таки, если мы говорим про зависимость вот именно химическую, да, то каждый, там, день, неделя, месяц употребления, она ещё и на головной мозг, и на печень, и на все остальные органы влияет, да, то есть человек теряет здоровье. Понятно, что люди иногда и в третьей стадии зависимости останавливаются и проходят реабилитацию. Но, конечно же, чем раньше, тем лучше. Давайте перед тем, как поподробнее поговорить о стадии зависимости, вернёмся ещё на минутку буквально к статистике. Те цифры, которые вы назвали, вот вы знаете, они звучат почему-то не очень угрожающе. Там, один зависимый алкогольной болезнью, да, два человека, там, восемь человек, там, наркотики, да, что-то такое. Ну, в пределах, в масштабах нашей огромной области это звучит совсем не страшно. Так ли это на самом деле? Смотрите, во-первых, это всё-таки цифры тех, кто дошёл и обратился, да, то есть... Самостоятельно. Правильно я понимаю? Ну, кто попал в поле зрения наркологической службы. То есть, ну, я понимаю, что есть люди, у которых есть проблемы, но они, допустим, не обращаются. Такое тоже есть, да? Вот, дальше это цифры учётные. То есть, ну, есть ещё анонимный пласт пациентов. Ну, если мы посмотрим, например, вот мы можем что сделать? Мы можем сравнить заболеваемость алкоголизма и наркомании среди подростков на 15-17 лет. Это у нас Институт Сербского такую статистику даёт. И, например, взятых впервые, выявленных, да, вот если мы сравним с ПФО и с РФ, то с наркоманией в 17-м году у нас получилось таких, если вот 3, 9 и 15, 1, то это что получается? Ну, почти в 4 раза больше, чем, например, в Приворском федеральном округе. Ну, и там, допустим, в 3 раза больше, чем в Российской Федерации. То есть, в принципе, мы видим усиление проблемы. Пусть пока у нас речь идёт о небольших цифрах, но говорить, что всё благополучно, я бы не стала. Тьфу, при вас, во-первых, нужно. Давайте тогда уточним. Вы отдельно выделили алкогольную зависимость и наркотическую зависимость. То есть, алкогольная, понятно, да, это определённые жидкости, да, которые лучше устранить. Спиртиловый спирт в любом виде. В любом виде. Наркотическая зависимость. То есть, здесь именно психотропные какие-то вот наркотики или мы сюда добавляем ещё что-то? У наркомании есть очень точные критерии, да, то есть, там есть юридические, кроме медицинского, там есть юридические, ну, и социальные ещё. Социальные – это высокая заразность такая вот, да. Но есть очень точные юридические критерии – это вещество внесено в списки наркотических. Так как оно вот как раз социально очень опасно, то государство особо с ним борется за распространение, перенос наркотических веществ. Не особо за неупотребление детьми. Значит, в определённых количествах там наступает административная, значит, а если больше скольки-то, там, миллиграмм-грамм и уголовная ответственность. То есть, как раз у наркомании очень точные, очень чёткие юридические критерии. Но мне-то бы хотелось, наверное, сказать, что, понимаете, какая история. Если человек вырастает зависимым, да, то он просто в истории своей жизни обычно, если он никак с этим не справляется, переходит от более лёгких веществ, с табака, например, начинает. Да, ну вот мы с вами говорили за эфиром, что, к сожалению, не все вещества занесены в этот реестр, в этот список, да, и зачастую могут вызвать зависимость именно те, которые вот вроде бы как бы опасности не представляют. Это так? Ну, смотрите, в списки внести всё невозможно, потому что, пожалуйста, есть зависимость компьютерная, ну, вообще есть зависимые от еды люди, потому что мы же не внесём еду в списки. Давайте я, наверное, расскажу, вот, что делают родители для того, чтобы вырастить зависимых детей. Так. Традиционно, и причём это в традиции, на самом деле, русского народа есть, да. То есть, смотрите, они делают две вещи. Они отвергают и контролируют. Сейчас я расшифрую, потому что так не очень понятно. Есть две позиции, два отношения к близкому человеку, к ребёнку, например. Например, это принятие и отвержение. Принятие – это когда ты хороший, некоторые твои поступки мне могут не нравиться, но ты всегда хороший. То есть, я думаю о своём ребёнке или о своём партнёре, как о человеке, ну, достаточном. То есть, он достаточно умный, он достаточно рассудительный, он благополучный, он может справиться с жизнью. То есть, вот это вот такое общее впечатление, да. А могу думать как о недостаточном, то есть, с ним что-то не так, он какой-то не такой, то ли очень наивный, то ли очень глупый, то ли… Несамостоятельный. Какой-то ещё, да. И вот это вот отношение, что с тобой что-то не так, ты весь какой-то не такой, да. То есть, по сути, в первом случае это ты с плюсом, да, а тут ты вот, ну, недоделанный слегка. Вот. И тогда я говорю тебе, как тебе жить. Ну, потому что ты сам же не справишься. Это недоверие. Это чувство правоты, когда я знаю, как жить другим людям. И вот как раз для того, чтобы вырастить зависимого ребёнка, надо делать две эти вещи. То есть, надо говорить ему, что, ну, своим-то умом ему жизнь не понять. Он маленький, слабенький, какой-то ещё, там, наивненький. Ему надо, значит, постоянно опираться на мнение родителей. Родители-то думают, что они таким образом закрепятся в жизни ребёнка, и ребёнок будет их… Вот есть ещё послушный ребёнок, да, слушаться. На самом деле они просто выращивают ребёнку такую голову, которая не принимает самостоятельных решений, не способна, потому что очень крепко вбито в ребёнка, что я сам как что ни сделаю, всё какое-то не то. Я такой вот недотёпа на самом деле, да. Надо просто найти того, кто скажет, как мне правильно жить. И родители на этой позиции обычно удерживаются лет до 11-13. Потом появляются другие кумиры. Да. А родители говорят, ну, моего ребёнка подменили, он же был хорошим мальчиком, ну, посмотрите, что случилось. Да, на самом деле нет, дорогие, вот как бы ваш продукт, он просто, ну, пошёл дальше, да. Вот, поэтому очень важно, чтобы родители выращивали в ребёнке не послушание, а способность самостоятельно принимать решения, способность делать самостоятельные выборы. Но тогда надо признать, что это другой человек, значит, он живёт в другое время, у него всего достаточно и ума, и соображения, и просто доверять своему ребёнку, чтобы он принимал эти решения. Вот, да, просто доверять, потому что когда одариваешь человека доверием, он стремится, в честь, в честь его оправдать, как мне кажется. А мне кажется, что вот стремление оправдать, это тоже немножко, я тогда для вас это делаю. А, по сути, самостоятельный ребёнок, это ребёнок, который живёт для себя. Ну, это знаете, как в самолёте, да, оденьте сначала маску на себя, а потом на того, на кого вы хотите, да. То есть пока человек, там, мама, папа не выстраивают сами свою жизнь так, как им хочется, как, ну, что является их предназначением, как всё это говорили, да, они, к сожалению, ничего этого не могут дать и своему ребёнку. Ну, то есть они могут дать только свои несчастья, там, значит, горести, или там свою радость, допустим. Вот и всё. Замечательно. Хорошо бы этим закончить. У нас ещё есть время, да, и очень важно поговорить нам о стадиях, да, всё-таки тех официально признанных стадиях зависимости. И давайте вот буквально вот за три минутки постараемся объяснить, на каких этапах лучше всего, ну, понятно, что на начальных лучше всего бороться, но возможно ли это сделать, если ситуация там более-менее уже в какую-то стадию перешла. Давайте. Смотрите, я сейчас перечислю стадии любой зависимости, да, они подходят ко всему. Например, первая стадия, говорят, что, ну, все наркологи объединяются в том, что появляется тяга, да, там, психическая зависимость ещё говорят. Что думают психотерапевты на эту тему? Появляется, человек накапливает такой комок мыслей и нераспознанных, и нераспознанных чувств, который, ну, от которого плохо, да. То есть если человек хорошо распознаёт свои мысли и чувства, то вот какая-то ситуация вызвала у меня одни мысли, чувства, я отреагировала, как-то подействовала. Там другая ситуация, я опять же социально приемлемым способом эти чувства выразила, что-то сделала, сказала, ситуация разрешилась, да, и по сути у меня внутри не копится. А при зависимости человек плохо распознаёт свои мысли и чувства, у него, ну, это называется плохая рефлексия. И тогда он это всё складывает, да, то есть вот в автобусе что-то произошло, сложил, на учёбе, ну, вот внутрь-внутрь, да, и, значит, и как обычно человек, который плохо себя понимает, как он говорит, ну, было хорошо, стало плохо, да. То есть у него накопилось вот этих вот мыслей и чувств, значит, так, что аж подпирает, да. И он научается, его окружающие научают, что оказывается, что помогает-то, да, помогают разные занятия или разные вещества, которые позволяют тебе не чувствовать. Ну, если человек употребляет что-либо, да, он же чувствует, перестаёт, у него наркоз наступает. И хорошо отступила, ну, вот. Точно так же можно закушать, да, точно так же можно сесть и бездумно в интернете, значит, начать туда-сюда ходить, и вроде бы как-то это всё отдалилось. То есть человек научается уходить от своих переживаний, от реальности, вот в этот вот мир. И очень часто, очень быстро привыкает, тяга, мне хочется, да. Вернуться в это состояние. Да, 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 хочется забыться, вот. Появляется вот это, это первый признак зависимости. Второй, как только появилась тяга, растёт доза, вот, доза вещества, доза занятия, да, это каким образом, ну, например, все знают, что наркоманы употребляют такие дозы веществ, от которых новичок умрёт просто, да. Потому что печень первое время пытается как-то переработать всё, что поступает. С алкоголем такая же история, доза алкоголя растёт. С компьютером, да, то есть он раньше играл по 2-3 часа, а сейчас он всю ночь играет. Ну, то есть вот обязательно растёт доза. Доза растёт в первой стадии. Во второй стадии это какая-то плата, да. То есть человек, ну, стабильно высокую дозу употребляет. В третьей стадии доза снижается, потому что уже, ну, истощение, деградация организма. Как раз вот здесь, например, у наркоманов передозировки случаются. Итак, первая тяга, вторая доза растёт. Третья утрачивается контроль. Сначала утрачивается контроль за количеством, то есть начав употреблять, человек не может остановиться, пока не достигнет выраженной степени. Вот он говорит, сегодня чуть-чуть, вот сегодня немножко. Но если уже начал, то не остановится. Ещё чувства меры, говорят простым языком, нет. А потом теряется контроль не только за количеством, но и за ситуацией. То есть в ситуациях, когда это точно нельзя, человек употребляет. Например, все точно знают, что за рулём нельзя, да, но употребляют. На третьей стадии? Это признаки первой стадии. Это первая стадия? Это первая стадия признаки. Я просто про дозу сказала, что вот на первой, на второй, на третьей. А значит, а так это признаки первой стадии. Появляется тяга, увеличивается доза и утрачивается контроль. Но смотрите, если мы говорим про алкоголь, то утрачивается ещё защитный рвотный рефлекс. То есть... То есть организм перестаёт бороться с этим. Да. Нормальный организм, когда в него поступает что-то, он... Отторгает. Отторгает, да. Не наступает такой выраженной интоксикации. А вот в этом случае уже происходит перестройка. Ну и опять же, всё-таки алкогольный зависит немного. Расскажу, да. И ещё появляются так называемые алкогольные амнезии. То есть, естественно, что когда вот это всё большое количество алкоголя в крови гуляет, да, то человек на следующий день не может вспомнить. И тут надо такой вот диагноз провести, в принципе, можно, допустим, отравиться первый раз так, что не помнить. Но в этом случае человек будет где-то лежать, ну, ему будет плохо. А при зависимости он ходит и на окружающих не производит впечатления человека, который не помнит. То есть, вот это признаки первой стадии зависимости. Если это есть, да, на второй стадии появляется физическая уже зависимость. То есть, человек без новой дозы не может себя нормально чувствовать. О контроле мы говорили нет. И, значит, ну, так вот и формируется такое многодневное употребление. Если есть признаки первой стадии зависимости, то это значит, что уже надо обращаться и проходить реабилитацию. Уже само не пройдёт. Да, да. Я стремлюсь сейчас немножко завершить нашу программу. Разговор очень интересный. И я очень хочу, чтобы Вера Григорьевна посетила нас снова. И мы продолжили его, потому что ещё много вопросов к специалисту осталось. Здесь успели мы сегодня поговорить о стадиях, но ещё много тем впереди, потому что тема зависимости, к сожалению, она безграничная. И здесь много о чём есть говорить. И психологические, и физиологические проблемы, сложности. Тем более, когда это всё случается с детьми, с подростками. Тема очень важная. Поэтому я приглашаю Веру Григорьевну ещё раз в эту студию. В удобное для вас время. Да, а сегодняшнюю программу «Слушайте, доктора!» мы закончим. Небольшой вывод, какой мы сегодня сделаем программе. Во-первых, о родителях. Во-первых, о родителях. Для того, чтобы ваш ребёнок был здоровым, важно быть здоровым самому. Не только физически, но и психологически, наверное. Во всех смыслах этого слова, да. А во-вторых, очень важно, как можно раньше обращаться к специалистам. И не бояться это делать. Да, бояться нечего. На самом деле, при раннем обращении вы всю помощь можете получить анонимно. А если вы это время упустите, то последствия наслучаются. Ребёнок влипнет в разных местах. И это всё равно произойдёт. То есть лучше самостоятельно на самой ранней стадии прийти. Даже если первый раз пришёл ребёнок домой в алкогольном опьянении, никто кроме вас этого не заметил. Это уже повод для того, чтобы начать действовать. Да, и так, о причинах, о последствиях мы поговорим в следующих эфирах. Сегодня в программе «Служащие доктора» был заместитель главного врача по медицинской реабилитации Кировского наркологического диспансера Вера Кирилловых. Вера Гриевна, спасибо вам большое за консультацию. До встречи в следующих эфирах. И всем пожелания здоровья. Да, здоровья, счастья, любви, самореализации. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.